Продолжение следует... 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 И в обычном режиме совершенно невозможно сделать их преданными. Но Шиши Тани Махапрабу делал невозможное. Он делал преданными не просто зверей, диких зверей в лесах. Делал преданными не просто миллионы-миллионы бенгальцев, сельчан, но он сделал преданными огромное количество майавады, буддистов, атеистов на пути своего паломничества в Южную Индию и также в другое время. Выслушав молитву Сарабама Батачари, Шиши Тани Махапрабу вернулся к себе, а Сарабама передал ему через Гупинатху Ачарию разные угощения. Ранним утром следующего дня Шиши Тани Махапрабу отправился в храм, чтобы посмотреть церемонию пробуждения Господа Джаганатхи Мангала Аратти. Храмовый служитель Пуджари поднес Шиши Тани Махапрабу к его большому удовольствию гирлянды, которую носил Господь Джаганат и остатки его трапезы. Бережно завязав прасад в гирлянды и гирлянды в краешек одежды, Шиши Тани Махапрабу поспешил к Сарабаме Батачаре. Как только Махапрабу зашел к Сарабаме, он пробудил его. Он пришел в дом Батачари перед самым восходом солнца. К тому времени Батачаре только проснулся. . Встав с постели, Сарабам Батачаре воскликнул. Кришна, Кришна! Услышав, что Батачаре повторяет святое имя Кришны, Господь Чайтани очень обрадовался. Это бывший железносердый Майавадий, который был уверен, что Кришна предстает в материальном проявлении в саттвагуне. Сейчас он пробуждается под звуки имени Кришны. Это было таким чудом. Увидев на пороге Шиши Тани Махапрабу, Батачаре кинулся ему навстречу и стал возносить молитвы его лотосным стопам. Батачаре предложил Господу подстилку и оба они сели. Затем Шиши Тани Махапрабу развязал просад и дал его Батачаре. К тому времени Батачаре еще не успел почистить зубы, омыться и выполнить свои утренние обязанности. Однако он с радостью принял просад Господа Джаганадхи. После этого он тут же процитировал стих из Писаний, в котором говорится, мы сейчас его услышим, в котором говорится, что Махапрасад, да, тем более такой могущественный, как из храма Господа Джаганадхи, Джаганат Махапрасад, следует принимать в любом состоянии. Обычно мы садимся повторять Гаятри или идем к божествам после омовения, нанеся тилок. Но принимать святое имя, да, то есть воспевать святое имя на четках или принимать Махапрасад можно и без этого, то есть в любом состоянии. Так же, как для святого имени нет правила предписаний, когда повторять, когда воспевать. Так же для принятия Бхагава от Прасады нет никаких условий, никаких предписаний. Это называется почтить Прасад. Единственным исключением является день Акадаши. День Акадаши – это день, когда мы не принимаем злаковых. Соблюдайте Акадаши? Важно, начали. Это очень-очень важно. Я оставлю вам правила, еще раз можете прикрепить себе. Я всем раздаю листки. Каждый, кто получает инициацию, он сразу же получает правила соблюдения Акадаши. Вот. Однажды в Шричитане Махапрабу с его спутниками соблюдали Акадаши, они пели и были погружены в транс. Но слуги Господа Джаганадхи, панды, они принесли вот эти лукошки с Джаганат Махапрасадом и поставили перед преднами. Но так как был день Акадаши, Шричитане Махапрабу и его спутники почтили этот Махапрасад всеми способами, кроме принятия вовнутрь. Они воспели Махапрасаду молитвы. Они обошли вокруг него, парикраму сделали. Разными разными способами почтили, но вовнутрь приняли только на следующее утро. Если мы постились без воды, называется нирджал, тогда мы выходим водой на следующее утро в строго определенный астрологический период. А если мы принимали то, что называется анукальпа, то есть просад без злаковых, без бобовых, то мы выходим какими-то зернышками или Джаганат Махапрасадом, рисом или сладостями на следующее утро. Если мы пропускаем этот строго определенный астрологический период, то соблюдение Акадаши не зачитывается. Поэтому очень-очень важно выйти из Акадаши правильно. Соблюдаем рады? Да? Окей. Я вам тоже дам правила. Значит, кто не получил правил соблюдения Акадаши, сегодня раздам листочки в конце, напомните. По милости Шричитане Махапрабу Сарабама Батачарья полностью избавился от невежества. Он произнес следующие два стиха и съел принесенный ему просад. Батачарья сказал, получив Махапрасад, нужно немедленно его съесть, даже если он засох, испортился или был принесен из далекого края. При этом не следует обращать внимание ни на времени, ни на обстоятельства звездочка. Единственное обстоятельство Акадаши, на которое следует обращать внимание. Акадаши также, я хочу сказать, может быть, кто-то из вас не знает, дни явления Господа, Его воплощения. Мы принимаем только Акадашные блюда. Это очень важно. В искон этого правила не соблюдают. Правупада сделал, как это, уступку. Но в любом Мадхе, в частности, в нашем, соблюдается Акадашный Прасад в день явления Вишну Татв. Вишну Татв, значит, Господь и его аватар, Его воплощение. В определенные дни пост более строгий. Например, Джанмаштами, обычно август, в этом году будет начало сентября, потому что вклинивается месяц Парушоттама, и все будет немножко позже. Пост до полуночи без воды. Это самый сложный пост. В день явления Кришны. Пятого марта будет Гаурапурнима. Пост без воды до восхода луны. Потому что Господь Чайтаня явился, когда взошла полная луна. Явление Господа Нрисимхи, помните, полу-человека, полу-льва. Пост до сумерек. Потому что Господь Нрисимха был убит Хиране Кашипу. Ой, Господи. Убил Хиране Кашипу вообще уже. Я вечно путаю Кришну и Арджуну. Тут Хиране Кашипу с Нрисимхой спутал. Бывает. Как это? Саддумараш немножко хороший русский глагол сейчас в прошедшем времени вам скажу. Выпроповедовался. Ясно? Я хотел сказать, что Господь Нрисимхадеев убил Хиране Кашипу в сумерки. Поэтому пост идет до сумерек. Вот так. А в остальные дни, ну что же, Акадыши. В день Акадыши мы традиционно постимся до полудня. В остальные неупомянутые сейчас дни явления Вишну таттв тоже пост до полудня. То есть день явления Господа Варахи, Господа Ваманы, Господа Нитьянанды, Баларама Пурнима. Все это пост до полудня. Шакти таттва, радхаштами, поста нет. Ну, впрочем, до полудня мы постимся. Ну, смотря где. В принципе, до полудня идет пост. Вот. Так же явления Гуру Дева, ухода Гуру Дева, явления Великих Ачариев тоже желательно пост до полудня. Вот. Но поста нет, имеется в виду Акадышного, потому что это не Вишну таттва. Да, давай. Вишну таттва. Ты не знаешь таттву твоего Божественного покровителя? Да, Шива Ратри. Тоже Акадышный Прасад, потому что Господь Шива на самом деле Вишну таттва, Сада Шива. Тоже Акадыш. Гуру Дева, вот это его отличительная черта, что он ввел Акадышный пост на Шива Ратри. Вот так. Поэтому мы говорим о чем? Ах да, о самом сладостном, о Прасаде. Батта Чарья сказал, получив Махапрасад, нужно немедленно его принять. Вот. И он процитировал еще одну шлок из в Писании. Воспитанный человек должен без колебаний принять Прасад Господа Кришны сразу, как получит его. Правила, касающиеся места и времени, в данном случае неуместны. Такова воля Верховной Личности Бога. Опять-таки неуместны со звездочкой Акадыши или день явления Вишну таттвы исключение. В этот день мы не принимаем Акадышного Прасада. Была целая история, как Гопалбата Госвами отверг Харивамши за то, что он, это один из великих Хари, три Вриндаванских Хари есть. Это особая история. В общем, его отверг сил Гопалбата Госвами за то, что он отказался следовать Акадыши. И Гопалбата Госвами его отверг. Это особая история. Следующий стих цитирует, то есть он говорит еще что-то. Батачарья. «Довольный Шри Чайтане Махапрабху в порыве любви к Богу обнялся Рабабама Батачарья». В этом отрывке, которые мы слушаем сегодня, они постоянно обнимаются. Потому что это счастье божественной любви. «Обнявшись Господь и его слуга, стали самозабвенно танцевать». И танцуют. Вы можете себе представить, того сарвобаума, которого мы слушали и о котором говорили несколько вечеров танцующим. Майавади пустился в пляс. Подтверждено. Майавади пустился еще раз. В пляс. Почему не чихаешь? Майавади пустился в пляс. Бывший Майавади пустился в пляс. Ощутив экстаз. Прекрасное повествование. Майавади. Бывший Майавади пустился в пляс, ощутив экстаз. Какая сладость. Танцуя, обнимая друг друга, они проявляли духовные признаки экстаза. Их тела покрылись испариной, и по ним пробегала дрожь, а из их глаз лились слезы. Охваченный любовью к Богу, Шри Светлана Махапрабху. Светлана Махапрабху